ребят привет забрали волфаера сейчас нам сергей расскажет о проведенных работах по нему и мы выведем окончательную цену за эту машину за сколько мы будем продавать поехали сергей расскажите нам что сделали по автомобилю какие части красили латч или вообще что было произведено по ремонту автомобиля то что изначально задача не было поставлено мы выправили дверь выправили минимальный слой шпаклевки все выводилось только за счет обратного молотка и вытяжки металла металл встал на место ребро полностью выведено симметрично как на другой стороне зашпаклевана металл обработан загрунтована то есть все сделано полностью дверь покрашена чтобы у нас не было разницы в красках мы это все делали переходом в малярной камере то под специальным светом дверь началась полностью то есть мы снимали ручки разбирали разбирали все вот эти молнии чтобы у нас лак заходил именно под декоративные части детали чтобы визуально не было высотого видно то что касается этой двери у нас вмятина 2 довольно таки большая поэтому мы сделали переход на боковую дверь также полностью разбором ручек и соответственно переход мы сделали от крыла который мы ремонтировали деталь началось полностью также был демонтаж ручек чтобы невозможно что невозможно было понять что виден лак но чтобы на какие-то пластиковые части не заходила краска то что касается заднего крыла полностью здесь точно также вытянули обработали металл который у нас уже начал разжалеть специальные антикоррозийными составами чтобы он даже после того как мы его покрасим чтобы ржавчина у нас не проступала обработали и внешнюю сторону и внутреннюю сторону армии ну мы не договаривались приняли решение что так оно будет лучше так оно будет качественно сделать то же самое покрашенный переход деталь влачилась полностью деталь полностью влачилась то есть полностью разбиралась и все это влачилось это то что касается вот это основной нашей стороны где был произведен мощный ремонт другая сторона автомобиля на этой стороне у нас было произведено произведен ремонт порога помимо порога мы сразу захватили вставочку боковую квадратную кутуновь впереди также ее покрасили чтобы это у нас было в цвет переходящий день чего у нас не выбивалось полностью отполировали пороги тоже да у него перламутр да конечно пороги тоже трехслойный перламутр использовали мы немецкую технологию компания вообще она называется штандекс но у них есть линейка товара немецких вот в данном на данном автомобиле мы использовали на материал фирмы брюликс это скажем так не дешевый не дешевые материалы столь некачественная и за толщину лак заглянец за шагли мы можем отвечать так что это то что касается тех материалов которые используют вообще используем либо японские материалы либо на немецкий других материалов у нас нет всю машину мы отполировали круг те сколы которые у нас были выявлены на капоте ну вы сейчас можете посмотреть что их практически не видно вот они да 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 это уже мы с вами знаем что они здесь есть поэтому мы их вот так вот находим то есть тоже есть специальная технология но она конечно не приведем и ко всем сколам но в данный момент к этим это как на данном автомобиле колеском она применима это здесь или япония скол вот этот это вот скольчик который был вот это да да не там поняли они вот там да да вот он тоже здесь получается мы зачистили все обработали также антикерозили материал чтобы ржавчина у нас не поступало потому что когда машина приехала вывелись с 1 с 1 но эти но ржавчины ржавчины то есть обработали ржавчины сейчас ничего не будет ну и соответственно мы укрыли тоже с вставчиком и с лаком и полностью все в целе а если бы ну вот если сделать керамическое покрытие то есть допустим вот эти вот ну вот эта мелочь она бы образовывалась бы если бы тачка была на керамике а мелочи имеете ввиду сколы ну да вот такие вот то есть мы мелкие камши то есть если бы но машину машина была бы покрыта стеклом то есть конечно бы отлетали либо они все-таки бы коцели бы они бы все равно вы оставляли свой свет но гораздо меньше если мы берем какой-то там 5 миллиметров то обработав составы все равно крепче заводского стандартного лака и этот скотчек уже гораздо меньше я понял но вот у меня на сае но я вот сколов не нашел на кузове то есть у менял где-то на решетке там вот скольчики были а вот после керамики нет тоже дать керамику делать сергей скажите сколько можете дать нашим подписчикам скидку на услуги вашего сервиса дать как все рекламируются 5 процентов я считаю что это неправильно это будет очень такая маленькая сумма и людям будет может быть не очень интересно а 10 процентов наша компания готова предоставить на 30000 допустим ремонт 3000 экономия ну да уже нормально хорошая экономия конечно да там с десятки тысяч плюс мы даем гарантию на те работы которые выполняем ну то есть если там что-то цветом допустим не попали все обсуждается уже даже хуже больше могу сказать если вы приезжаете говорите что у вас провалило здесь что-то нам что-то здесь не нравится через там два-три месяца не дай бог такое что у вас проступает ржавчинка ага мы это все переделываем мы переделываем все не берем с вас ни копейки а сколько гарантия получается действий на работу на наши работа гарантия действий если это новые детали которые бушные либо это наши работы по ноги пока когда но сильное предложение китайцы и там ну там где дешево там два раза таких условий не будет но для себя я бы красил ребят ну что подходим к итогу нашего проекта к почти финалу финал будет когда его купят у нас был файл 169 тысяч пробег деланная бочина полированный в круг покрытый стеклом чистый по салону честно аукционный лист бюджет миллион шестьсот пятнадцать мы сделали полировку десятка всей тачки и покрытие стеклом сюда же входит кузовщина нам вышла дороже чем я думал 42 рубля оформление растаможка и утиль нам составили вот эти деньги и счет по японии 751 итоговая сумма у нас просто баз данных плохо печатает вот эти деньги получилось я планировал что она получится миллион пятьсот семьдесят пять примерно но вышла дороже покраска его и получается мы подались у нас растаможка вышла потому что как только прыгнул доллар и в этот день мы подаем этого был fire и он вышел нам дороже миллион шестьсот четырнадцать ну грубо говоря миллион шестьсот пятнадцать тысяч давайте посмотрим на дроме самая ли дешевая у нас цена будет сможем ли мы выдержать название самый дешевый от h20 так гибрид год пусть от 12 по 14 поколение 1115 без пробега погибать миллион шестьсот пятьдесят пять а голубого чё продали до голубой пропал так это x это вот самый дешевый иксовая комплектация это он без памяти сидений вообще без ништяков так в премиум сель 12 года вообще 13 вот в у нас тоже в с получим сто семь тысяч пробег для 655 но он пустой самый пустой самый пустой ну аукционик показывает эти ребята вообще город хабаровск без пробега так без пробега 35 121 тысячи пробег 21 на на белом салоне миллион шестьсот восемьдесят ну что держим название самый дешевый во фаер без пробега гибридный 4 в.д. и как я говорил в подарок масло годовой запас то есть у него два и четвертый мотор два за это него в него залазит такой же как у меня на сайе туда залазит по моему 4 350 в общем условно это 10 литров вот годовой запас масло также в подарок покупателю будет в принципе все поэтому мы его продаем будет ссылка на дроме на дроме также будет хронология этих видео как мы че делали в общем будущий хозяин может все посмотреть проект пока встает на паузу пока мы его продаем впереди будет большой обзор на этот вольфайр тачка очень вообще функционально круто выглядит интересно едет с ним большой обзор вот но именно по части как мы его ремонтируем сколько он стоит все у нас больше не будет видео будет видео только основа хозяина я с вами прощаюсь если у вас есть интерес пишите звоните пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля